Сегодня, друзья мои, вы увидите мой второй рецепт, как я готовлю мармелад, желе из лепестков роз. Короче, остапа понесло. И посмотрите, боже мой, я сейчас упаду в обморок от этого запаха, этих роз. Я варю очередное варенье. Так что оставайтесь со мной. На этот раз я все это покажу в одном видео. Девочки, я так впечатлила своим вареньем желе из розы, из розы лагуны, что я побежала в сад. У нас наступила ужасная жара, просто ужасные. Лепестки просто завариваются, не успев открыться, они, понимаете, завариваются. И розы очень быстро увядают, поэтому я тут собирала уже, которые чуть открылись, которые вообще свежие-свежие. Это у меня Гранд Ви, это очень парфюмированная роза, она пахнет вот просто красным вином с фруктами. Вот. И по-хорошему нужно было бы обрезать на каждом лепестке вот эту вот белую часть, но я этого делать не буду, потому что я буду сегодня делать варенье двумя способами, которые я взяла на французском сайте и у Кати Табуре на Инстаграме. Так, мои хорошие, вот из этой части, сейчас вот у меня они полежат, лепестки, чтобы выбежали там. Особенно эти уховёртки, вот, но их тут не очень много сегодня, они тут уже выползли 3-4 штуки, пускай чуть-чуть полежат. Потом вот там вот я вижу муравей прополз, потом я их просею, как обычно. И вот эту часть, здесь 200 граммов лепестков, они достаточно, вы знаете, такие твёрдые, такие жёсткие, они бархатные, вот эти листочки. Вот вам должно быть видно, что вот прямо она бархатная, эта часть, поэтому я вот из этих лепестков буду делать только, ну, как вам сказать, компот. То есть я их заварю и оставлю настаиваться, и потом процежу, и лепестки я буду выбрасывать. А вот эту часть, вот эту часть я буду добавлять уже, когда я заварю сахарный сироп, когда буду добавлять, вернее, сахар желирующий буду добавлять в этот, в компот, скажем так, очищенный. Я буду бросать вот эти лепестки, это чайная роза у меня, здесь и Валенсия, здесь у меня и СВ Жель, здесь у меня и Перла Парфам Блю. Вот, и ещё шарт роза до Парма, она вообще свеженькая, у меня всего два цветочка было, не хватало до 100 грамм, я возьму полтора литра, этого будет вполне достаточно, потому что здесь добавлю сахара. И там идёт вот оставшийся, как бы, компот, там 800-900 граммов на килограмм сахара, сахар можно регулировать. Но мне тоже не очень хочется много накладывать сахара, чтобы он не был приторным, естественно, что нужен будет сок лимона. А вот эти лепестки, я вот по Катиному совету, я их добавлю уже в кипящий сироп, чтобы они только чуть-чуть поварились, там 5-7 минут. Вот, конечно, вот такой вот я, который немножечко поврежденный, я это всё уберу, я посмотрю, и чтобы у меня, как бы, в этом сиропе, в этом потом, да, в таком жидком, было несколько лепестков, которые бы хромкали у нас на зубах, когда мы будем это дегустировать. Девочки, ну вот я не откладываю в долгий ящик, послушайте, я сейчас прям сразу начну чистить лепестки. Вот эти вот, смотрите, которые ароматы, я буду вот эти сейчас протрякивать, промывать и прямым ходом высыпать вот в мою вот эту кастрюлю, в которую я буду заваривать лепестки без сахара. Так, девочки, напоминаю, у меня здесь 200 грамм лепестков только что собранных, они вот ещё свеженькие, там, где тёмные, вы видите, вот такие вот, это просто солнце заварило, просто розы сварило. Эта роза у меня стоит на открытом солнце, и поэтому и одна, и вторая, и вот, они только открылись розы, и уже они сварились. Поэтому, знаете, нет смысла их и очень сильно-то выдерживать на кустах, потому что, смотрите, я буду брать небольшими порциями, вот таким образом протрякивать. Девочки, надеюсь, вот вам будет так хорошо видно, так, чтобы вам было красиво. То есть сначала сделать, как бы, концентрат такой вот розовой водички, да, в которой можно потом и маской там делать, как я вот завариваю розы на чай, и всё. Значит, завариваем такой инфузиом, и потом добавляем сахар. Девочки, запах, такой запах именно вот от этой розы, обалденный, она очень парфюмированная, но листочки, как я вот уже и показывала, они достаточно такие, знаете, жёсткие, не жёсткие, а толстые, потому что одна сторона полностью венюровая, вельвец, просто вельвец. Вот. Ну, послушайте, чистая роза по сравнению с лагуной, которую я в прошлый раз собирала. Роза чистейшая, можно сказать. Сейчас я половинку промою ещё раз. О, с кипяток, с кипяток просто идёт. Вот. Так, смотрите. Так вот я выложу в свою посудину. Здесь 200 граммов, но послушайте, полтора литра, наверное, налью. Не хочется мне почему-то наливать. 2 литра. Вот, ну и оставшиеся. Не буду всё сливать, буду вот так вынимать, потому что что-то на дне может остаться. Девчонки, ну ничего нету, всё чистое на дне. Чистые сегодня у меня лепестки, видите. Только они раскрыли, сразу заварились. Туда ещё мушки даже не успели, видите, практически ничего нет в водичке. В водичку я выливаю в цветочек. Обалденный, я представляю, сейчас, если я закипячу эти листочки, сколько, значит, эта француженка пишет, закипятить листочки в течение 10, 7, 8, 10 минут. Она написала прямо так вот через чёрточку. Значит, мы так и сделаем. И она сказала, процедить. Она говорит, ну если у вас есть возможность, оставьте постоять на несколько часов, чтобы как бы водичка забрала весь вот этот аромат всей вот этой розы. Так, моя хорошая, я включаю газ. Сейчас, слушайте меня, пока болтаем. Вот, сейчас я наливаю воду. Значит, оно у меня постоит, всё натянется. И потом через рушлаг я это всё процежу, и эти лепестки я выброшу. Послушайте, 2 литра всё-таки воды я отмерила. Ровно на 200 граммов лепестков. Ох, какая красота, представляете? Обалдеть! Чё творим, чё творим. Вот, Алла Владимировна, понесло. Девочки, ну вот посмотрите, я немножечко тут, наверное, лоханулась. Видите, как изменился цвет у розы? Вот начала нагреваться вода. А я должна была сразу добавить лимонный сок, и я этого не сделала. Поэтому мы, наверное, потеряем немножко цвет в моём новом варенье. Вот так вот, пару столовых ложек добавляю. Ну, смотрите. О, вода розовая. Посмотрите, видите? Вода розовая, девочки, вот этим, представляете, сделать сейчас такую маску. Добавить туда немножко глины, намочить таблеточку можно просто. Добавить какого-нибудь масла. Ну, слушайте, горбатого могила исправят. Мне только бы делать маски для своей красоты. Вот, смотрите, видите, как бы роза сама выцветает, но водичка, водичка у нас красная. Так, она сейчас закипит. 15 минут я кипятить не буду, 5-7 минут, не больше. И я выключу. И пускай она у меня до вечера, до вечера водичка вытащит все вкусняшки, эти розовые все наши запахи. И потом я просто процежу, и будем уже дальше готовить. Я буду вам потихонечку показывать, как это. Так, смотрите, мои хорошие девочки, все, я выключаю. 5 минут прошло, и это электрическая горелка. Оно пока еще начнет остывать. Оно еще будет долго в горячем состоянии. Поэтому нет смысла их переваривать, эти розы. Потому что в нем же там и витамин С, и витамин А. Ну, в розе чего только нет. А сейчас мы оставляем эту прекрасную нашу компот из роз. Ну, на несколько часов я... Так, девчонки, прошло пару часов. Мои лепестки роз настоялись. Я теперь их процеживаю. Я их процеживаю, девочки. И просто руками сейчас буду отжимать лепестки, чтобы вот все, что в них еще есть розового, чтобы нам досталось это потом в наше варенье. Просто, просто, девочки, чистыми руками берем, берем и отжимаем наш сок. Я сейчас вот сюда перелью, чтобы мне не полоскаться, да? Девочки, какой розовый компот! Мама дорогая, вы даже себе не представляете, какие тут у меня идут запахи. Вот так просто отжимаем. Хорошенечко. Можете посушить и в марлечку, но, вы знаете, это будет один и тот же эффект. Такой, вы знаете, такие плотные лепестки все-таки. Видите, сколько тут еще? Со стакан тут еще получается. Вот, так что сейчас мы переходим к третьему этапу. Сейчас я буду, девочки, так как у меня, надо ли, уже я буду заваривать свой сок. Я, знаете, как сделаю? Сейчас я вам расскажу свои мысли. Девочки, посмотрите, вот у меня этот сок, да, которого много. Мне бы его не очень хотелось бы сильно кипятить, поэтому я вот так его отолью. Закрою его полотенчиком, чтобы туда ничего не попало. Так, остаточки у нас тут тоже есть. Вот сюда немножко, ну, где-то тут, может быть, знаете, пару стаканов компота изрос. И я сюда высыплю, вот у меня есть боковка, вот такого рыжего сахара. Вот на этом сахаре. Сейчас я сварю этот сироп. В этом сиропе заварю лепестки, потому что лепесткам нужно минут 5-10 все-таки покипеть. Потом добавлю остальной сок, доведу до кипения и выключу. И завтра я его закипячу, добавлю второй килограмм. Здесь вот у меня где-то 700 граммов. Вот. И завтра я еще добавлю уже закипяченные мои листочки, еще килограмм желирующего сахара, который и сделает мое варенье с лепестками роз таким, знаете, нежным мармеладом. Вот такие дела. Так что сейчас мне нужно растворить этот сахар, к сожалению. Может быть, я даже на газ переставлю, потому что, ну, электрическая горелка долго греется. Сейчас я попробую, может быть, на газ поставить. Ну вот, я сейчас поварю сироп. Он закипит минут... Не знаю, девочки, сколько надо его варить. 5-7 минут. И потом засыплю лепестки. Пускай сейчас сахар сначала растает. Смотрите, как красиво. Все-таки цвет красивый, да? Вот видно на фоне сахара. Почему рыжий сахар? Конечно же, можно белый. Ну, просто у меня в моей голове на рыжем сахаре немножечко другой вкус. Можно еще делать у нас такой сахар в компле. У него вообще прививку, знаете, такую корицу. Можно прям щепоточку корицы добавить сюда в сироп. Тоже будет очень вкусно. Лимончик мы добавили. Я еще в конце потом буду добавлять лимончик. А может быть, сейчас добавлю. Знаете, что надо сделать? Надо взять мне пол лимона и прям дольками выложить, чтобы... И пускай стоит до утра вместе с лепестками, чтобы лепестки не очень выгорели. Давайте попробуем. Ну вот, девочки, закипает мой сироп. Я туда сейчас добавлю сок лимона. И потом дольки просто выложу, когда буду засыпать лепестки. Такое, вы знаете, потому что, ну, все-таки сахара много, как бы не было в лепестках. Розы есть эфирные масла, но нет кислоты никакой. Поэтому, если наше варенье будет чуть-чуть отдавать, кислинка, мне кажется, это будет только лучше. Как вы считаете? Ну, девчонки, послушайте, сняла я немножко тут пенку с этого сиропа. В принципе, я его уж не буду тут переваривать сильно. Смотрите, я добавляю лепестки роз. Боже, какая красота! Мама дорогая! Все-таки это магическое действие. Вот эти вот все розы, их лепестки, ну, к сожалению, они сейчас потеряют цвет, мне кажется. Давайте я добавлю все-таки дольки лимонов. Потому что я попробовала сироп, ну, так себе, он не такой уже, он там и кисло. Ничего от четырех долек лимона не случится у нас, правда же? Я имею в виду, что не погорчеет от корочки лимонной. Варить же всякие конфитюры с лимонными корочками. Красота! Ну, все, сейчас это все переварится, уже не будет так красиво, но ничего страшного. Мы видели, что это должно быть красиво. Вот этот рецепт, мои хорошие, я придумала сама. Вот, то есть, мне понравилось одно предложение и понравилось второе предложение. Вот, я их соединила вместе, получился рецепт как вармелада из лепестков роз, чайных роз в этот раз, а-ля провансалочка. Посмотрите, какая красота. Вот я их сейчас, девочки, вот ровно пять минут подкипячу в этом сиропчике, потом долью оставшийся наш компот из роз. Вот. И вот их будет ни много, ни мало их лепестков, то есть, они будут, завтра добавлю, доведу до кипения с сахаром желирующим. Прокипячу, по-моему, этот сахар, который у меня есть, он на четыре минутки и разолью сразу по банкам и послушайте, вот он будет и немного их будет лепестков, и будут они попадаться. Вот лимоны я, конечно же, вытащу завтра, они нам не нужны будут, но пускай постоит. поработает. Смотрите, как здорово. Боже мой, боже мой. Не говорите мне, что я так долго и нудно показываю. Но эту красоту нельзя показать за полсекунды. Иначе вы не успеете насладиться. Так, девочки, планы мои изменились. То есть, я вот это количество оставляю до завтра, а весь остальной компотик я сейчас, ну, закрою плёночку и поставлю в холодильник. Завтра добавлю вместе с сахаром закипячу, сколько там, 4 минутки и всё. Их будет мне достаточно. Так, девочки, день второй, довариваем варенье. Вот оно у меня тут уже немножко подогрелось. Я сейчас выливаю свой компотик, который я показывала вам, да, который я оставила в холодильник. Насыпаю туда сахар желирующий. или как только сахар закипит, 4 минуты. Смотрите, сколько у меня будет? 2 литра варенья у меня будет этого. О, сколько много! Ого-го! Можно будет угостить людей. Вот, а лепесточков будет немного. Я попробовала такое вкусное вообще. Так, смотрите, вот такой желирующий у меня сахар из этого раз. Вот написано 4 минуты. В нем есть лимонная кислота. И у меня еще чуть-чуть есть другого сахара, там может быть грамм 100. Тоже я его добавлю, потому что сколько у меня? У меня рыжего сахара грамм 700. Здесь кило 700, а жидкости у меня 100%. 2 литра. Вот. А нам надо, чтобы варенье зажелировалось, чтобы, видите, сколько много воды. Все, я довожу до кипения, как только закипит, 4-5 минут, и буду разливать уже в готовые баночки. Прикиньте, Алла Владимировна, зарядила. Долго так, послушайте, нагревается, но много здесь, конечно, жидкости. и я решила добавить, у меня вот есть такой пакетик, вы смотрите, агар-агар. Я сейчас разведу его в маленьком количестве водички и потом в конце добавлю. Девочки, ну все, закипело, закипело мое варенье, и вот я сейчас добавляю агар-агар. Там написано на пакетике было на 1-2 литра. Ну вот я чуть-чуть его развела. Такой, ну так, я вот так понимаю, что завариваем такой киселек. Потому что у меня сахар желирующий вот только килограмм, где-то 100 граммов, а жидкости много. Ну, может быть, оно бы и так зажелировалось. Ну вот я решила, что добавлю чуть-чуть агар-агар. Сейчас вот еще минуточку-две и я выключаю и буду разливать прямо таким в горячем состоянии в банке. Запах обалденный, и оно такое вкусное, вы даже не представляете. У меня там лимонные дольки плавают. Я их в баночки, конечно, не буду выкладывать, но в тарелочку выложу и съем. Мне кажется, они все пропитаны розами. Ммм, какая красота! Так, ну все, девочки, разливаем по баночкам, чтобы в каждую баночку попало немножко лепестков. Я, конечно, очень много потеряла времени. Ой, рука моя там видно, не видно. Электрическая горелка вообще сегодня плохо сработала, никак не могла мне закипятить его. Я психанула, поставила на газ. На газу моментом закипело. Все, разливаем, переворачиваем, как обычно. Конечно же, я уже не буду забирать ваше время. Покажу только, сколько баночек у меня получилось. но получится так прилично. Где-то два литра, наверное, будет. Все, мои хорошие. Он очень красивый, очень красивый, очень горячий. Поэтому я буду осторожна, чтобы еще мне не обжечься к тому же. Видите, какая красота. Ну вот, девочки, смотрите, сколько у меня получилось. 2,4,6, 2,4,6, 8, 9 баночек таких по 250 граммов. Одна вон там поменьше. И вот себе, вот тут у нас остался с Марисом горячо. Вот то, что у меня лимончик, я не стала выбрасывать, но я и закрывать не буду. Это мы уже вечером будем дегустировать. Ну все, надеюсь, что желе мое схватится и красивую картинку я вам уже покажу по-позже. Это красота, это вкусно, это неопределенно. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок